Я не буду, я буду разрабатывать, я сам буду работать. Техника старателей ждет своего часа. Замедленная бомба всего в нескольких километрах от центра туристического района, рядом с новым участком золотодобычи. Нам еще нужно получить от лесфонда разрешение, там подпись одну надо. А остальное у нас практически все готово. Как получаем подпись, мы пошли работать. Эта компания планирует перевернуть 12 километров реки Солонежка. Предположительно, объем золота, который здесь можно добыть, назвать не смогли. Но подчеркнули, что самые высшие пробы – три девятки. Жители рассуждают другими категориями. Та сторона у нас – Алтайский район, Белокуриха. Здесь проходят миграционные пути к Асули в сторону Солонежинского района и далее. Весной при таянии снега в первую очередь оттаивают южные склоны. А когда южные склоны оттаивают, значит появляется зеленая трава, которая для животных весной – это самое лакомство. Хата бобра, натасканные палочки, его пути, движение. Также здесь видно свежие вылазы бобринные. Вот здесь характерно видать примятая трава. Ну, сегодня, наверное, может быть, вчера вечером. Бобры в основном любят по вечерам. То есть солнышко пригреет, и они вылазят и строят себе хаты. Еще здесь живут зайцы. Александр боится, что после экскаваторных работ зайчата не выживут. Касули могут покинуть местность, испугавшись шума, а краснокнижные растения исчезнуть, как это случилось после добычи на реке Ануи в село Топольное. К слову, в 2019-м, под давлением экологов и ученых, суд запретил фирме вести работы на Ануи. Сменив юридическое название, компания вновь поднимает ковш уже на другую реку – Солонежко. Да никто нам там не запретил. Просто мы выкопали там все. Взяли немного, где-то 30 с лишним килограмм всего. А оно того стоило? Это же очень мало в масштабах золотая добыча. Ну да, стоит. Оправдывает маленько-то. Суд обязал фирму провести рекультивацию. В идеале после нее местность должна выглядеть почти так же, что и до вмешательства. Только прежняя эта территория станет через десятки лет. Как нам объяснил представитель компании «Золота добычика», часть вырытого камня вывезли, его использовали для отсыпки моста или дороги, а насыпную землю выровняли и на этом месте высадили 8,5 тысяч саженцев сосны. Но сделали не это в самом конце участка, что ближе к деревне. А дальше, как было, так и есть. Лицензия у нас. Все. Мы имеем право полное. Суд там из-за рекультивации что-то там не то было нам запретил. Но мы сейчас рекультивацию делаем. Завтра я тоже туда погоню технику. Там немного надо будет доделать еще. Будет уничтожено и вскрыт плодородный слой, который потом не будет восстановлено ни в каком объеме. Урон будет нанесен колоссальный. По словам золотодобытчиков, после них на реку вернулись бобры, утки, цапли, рыба. Ущерба природе не признают. Взамен, говорят, обеспечат район рабочими местами. Если под Топольным трудилось 40 человек, в этот раз понадобится 140 экскаваторщики-бульдозеристы. Нам обещают поступление в местный бюджет, но по опыту знаем, что более 10-11 тысяч этого не будет. В год? Ну это вообще смешно. Это смешно. Это даже не смешно. Это горько и обидно. Разрушить природу. Ничего не воспоминайте. Мы сейчас не будем делать вывода о том, насколько сегодняшний заход на эту площадку организации правомерно. Пусть разбирается компетентный орган. Но моя задача, как депутата, к которому обратились люди, актив районный совет депутатов, коллеги из района, поставить в известность губернатора. Попросить прокуратуру провести проверку природоохранного законодательства и сделать свои выводы. Люди уже собрали 600 подписей против и не собираются сдаваться. Говорят, остановить варварство гораздо большего, чем в прошлый раз масштаба – 12 километров вместо трех. Вопрос с принципа. Правда, лицензия компании выдана на 53 километра вдоль рек Солоняшинского района. Как фирме могли разрешить проводить работы на такой уникальной природной территории – большой вопрос, который мы намерены адресовать в Роснедр. Жители боятся, как бы им не пришлось отстаивать весь район. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.